Всем привет! Слушайте, вот более скотского отношения, да, ну единственный случай я припомню такой, вот такого скотского отношения к народу, это был 91-й, по-моему, год или 90-й, денежная реформа Павлова, когда в течение пары-тройки дней народу надо было, необходимо было поменять денежные купюры в 50-е 100 рублей, от на тот момент в стране были самые крупные купюры, на новые, старые были недействительные, это вызвало небывалый ажиотаж, это были сумасшедшие какие-то очереди, кто-то так и не успел поменять деньги и, в общем, лишился каких-то своих накоплений, я думал, такой подлости больше не повторится, но вот вы знаете, та история, которая случилась с этими медицинскими водительскими справками, она, в общем, недалеко ушла, это такая же подлость, за которую, ну, мне кажется, кто-то должен ответить, во-первых, за которую просто стыдно, по одной простой причине, что история с этими справками все несколько последних дней мы наблюдали, точно такой же ажиотаж, перепуганные люди, которые и так-то всего боятся, которые и так уже ничего хорошего не ждут в нашей стране, узнав, что с 22 ноября вступают в силу новые правила прохождения процедуры медосмотра, там должны были добавиться какие-то анализы, из-за чего та справка подорожает, причем значительно подорожать должна была, если сегодня там в разных регионах по-разному, от 800 рублей до полутора тысяч, а ее получение обходится, да, гражданину-водителю, то назывались в данной ситуации цифрой в пять с половиной тысяч рублей и даже в семь с половиной тысяч рублей. Понятно, что люди, хватаясь за соломинку, побежали занимать очереди в попытке успеть получить эти справки еще по старым ценам, тоже страшнейшие давки. Кто-то отпрашивался с работы, кто-то брал отгулы. Несколько дней мы весь этот кошмар наблюдали, причем, а у нас же люди еще, они сердобольные, да, они же всегда с большой радостью на своих-то соотечественников при любом кипише, как не заработать-то, как не обобрать-то, не ограбить-то своего соотечественника-то, которого ты так любишь, своего соседа, да, и я просто к чему это говорю, что я знаю случаи, когда вот эти очереди продавались, потому что они были сумасшедшие очереди, находились какие-то умельцы, которые продавали место в очереди там за определенную денежку, да, а я знаю случаи, когда уже вчера, да, продавали вот эти вот справки по пять, по шесть тысяч, и врачи объясняли, они говорили, ну, во-первых, завтра она уже будет с им с половиной, вот, поэтому выберите пока по пять, да, налетай, подешевело, да, а во-вторых, эти справки чем хороши, вот, которые мы вам сегодня дадим, они будут действовать там год-два, а вот которые будут новые, там не факт, что они год-то будут действовать, они могут действовать и шесть месяцев, и три месяца, поэтому давайте, давайте, то есть, понимаете, ограбить нашего соотечественника завсегда, пожалуйста, определенного склада, людей, таких людей, к сожалению, много, потому что Россия, как это ни печально, населена сволочами, а еще больше поразилась ситуация, когда в последнюю секунду буквально президент, вот вы видите стоп-кадр из его интервью, нет, это не дело, что это такое, у нас граждане, огромное количество миллионов людей получают там на уровне МРОТа, это 11 тыр, да, есть еще несколько миллионов человек, которые получают чуть выше этого МРОТа, что же это, ползарплаты отдавать, что ли, Минздрав тут же дал в зад, сказал, да-да-да, надо как следует все продумать и взвесить, поэтому пока спешить не будем, а вот что делать тем людям, которые попали, ни Минздрав, ни Путин ведь не сказал, а они уже, повторюсь, кто-то и деньги заплатили, кто-то очередь вот эту вот покупали, знаете, ну реально, ну скотство какое-то, я понимаю, что пиарщики Кемря, они в общем пропиарили дядю Вову на вот этой вот неоднозначной ситуации, тем более, что у него рейтинги падают людям, что делать. Огромное количество людей просто пострадали, кто-то на деньги попал, кто-то морально, да, перепугавшись историей в этой очереди три дня, что делать с этими всеми людьми, кто-нибудь мне ответит. Удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова